А теперь к новостям спорта. Школа баскетбола Славянского района считается сильнейшей школой Юга России. Славная история, сильный тренерско-преподавательский состав и хорошая материально-техническая база позволяют ребятам разных возрастов добиваться серьезных баскетбольных достижений. На днях спортивная школа «Триумф» принимала участников межрегионального турнира по баскетболу. Уже пятый год в Славянском районе проходит межрегиональный турнир по баскетболу в памяти известного баскетбольного тренера, заслуженного тренера Туркменской ССР Геннадия Павловича Хлыстова. С 1996 года и до самой смерти он был старшим тренером-преподавателем отделения баскетбола детско-юношеской спортивной школы «Триумф» в Славянске-на-Кубани. Коллеги утверждают, что без него наш славянский баскетбол точно не достиг бы такого высокого положения, которое он сейчас по праву занимает в крае. На торжественном открытии турнира команды приветствовал председатель районного совета Григорий Литовко. Спасибо вам, что вы занимаетесь таким мужественным видом спорта. Вы прославляете свои города, свои области. Тем самым прославляем мы нашу великую Россию. Запомните, ребята, спорт – это сила, это крепость духа. Сильное в спорте, сильное в жизни. Я от всей души желаю вам больших спортивных достижений. Баскетбол – это серьезная борьба, и уверен, в этой борьбе будет сильнейший. В этом году почтить память знаменитого тренера, приняв участие в турнире, приехали 8 команд из Ростова, Самары, Волгограда и из Краснодарского края. На поле сражались ребята 2006 года рождения. Как отмечают тренеры, эти соревнования – лучшая школа для юных любителей игры. Эти соревнования для детей дают огромный опыт. После этого они начинают гораздо лучше заниматься. Тренера, естественно, понимают уровень, который сейчас в России по этому возрасту, и вообще, как наше отделение баскетбола работает, что у нас хорошо, что у нас плохо. На данный момент в турнире участвуют команды Ростов-Бюджа номер 7, они чемпионы России. Уже можно по ним ориентироваться, насколько мы сильные или слабые, и остальные команды точно так же. Этот турнир должен дать очень большой толчок этой команде. Команда очень неплохая, но нужно работать и нужно много соревнований. С мнением славянского тренерского состава о необходимости и важности этого чемпионата согласны и гости славянского района. Зал шикарный. У нас нет в Ростове таких залов, к сожалению. Тем более, где тренируется команда местная. Уровень соревнований хороший, размещение хорошее. Город вообще нам очень понравился. Очень большой опыт игровой, очень большой. То есть без игрового опыта команда не растет. Потому что когда на тренировках это одно, а игры это другое. Тем более здесь очень много игр, команды все хорошие. И есть у кого чему поучиться. То есть видим свои ошибки в играх. Потому что на тренировках совсем другое. А здесь мы очень довольны, что участвуем в этом турнире. Ежедневно ребятам предстояло противостоять противникам в двух играх. Что достаточно тяжело и физически, и психологически. Потому предугадать исход каждой партии было практически невозможно. Но игра есть игра. По ее итогам третье место досталось команде города Тимошевска. На втором баскетбольный клуб Ростова университет. Лидерами пятого межрегионального турнира по баскетболу памяти Геннадия Хлыстова стали баскетболисты, действующие чемпионы России, команда «Ростов-7». Славянцы заняли пятое место. Мария Климова, Александр Косицын, Константин Монстеренко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин